Послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 1, 12 стих. Вот получили такое письмо люди, уверовавшие уже во Христа, в общине. И первый раз написанное Павлом прозвучало в Ефесской церкви. Что они здесь поняли? Что до этого времени они не осознавали, какие они бедные. Он раскрыл, что все, что было даровано от Бога, это только евреям. Вы были чуждые обетования, обетования только евреям были, Авраам уданы. Он перечисляет. В прошлое время, когда вы не уверовали во Христа, вы были отчуждены от общества израильского. Они могли сказать, общество израильское, да за океаном живу, зачем, за Средиземным морем-то. Вы не понимаете, что это значит избрание. Для них было открыто то, что после смерти есть надежда спасения. У ни одного народа этого не было. Вы отчуждены были от этого общества. Я посмотрел, по слову Божию, общество израильское встречается 59 раз в Ветхом Завете, и в Новом Завете только один раз здесь. И то оно относится опять же к израильскому обществу. Но апостол Павел теперь в новозаветном духе все поворачивает так, как евреи не могут принять. Я мысленно подумал, как это ближе сегодня понять. Вот вообразим себе, что сейчас бы кто-то пришел к старообрядцам и сказал, два персона нейронным счетом ничего не значат. Хотя бы ты одним молился или тремя. И этот человек бы имел документ заверенный. У Христа-то его не было документа. Не поверили бы. Ни в жизнь никогда. Так вот и положение евреев. Их учили с пеленок. И учили от Моисея. Закон дан был 1600 лет. 420 еще обетования, о котором он напоминает это 2000 с лишним лет. И вдруг этим евреям, которые с молоком матери впитали свою богоизбранность, говорят, богоизбранность кончилась. Христос открывает двери для всех. Нам понять можно иудеев, если мы держимся за какие-то корни, традиции, не можем еще из этого перешагнуть. Вот находят люди, да у вас и помолиться некуда, и ком нету. Вот вообразить-то нам можно это. И вдруг Павел говорит, обрезание ничего не значит. А он прямо так и говорит. А все во Христе. А то все равно, что кто-нибудь сейчас бы пришел и православно доказал, крещение детей ваших вообще ничего не значит. Вы только путаете. Лишние деньги в церковь не стете. Они вырастают безбожниками. А это очень легко доказать. Доказать евреям, что не нужно обрезание, нельзя было доказать. И поэтому на Павла они смотрели как до величайшего смытьяна за все тысячелетия. А Павел продолжал свое дело делать. И говорит, вы были некуда без Христа. Ну ясно, что не веруешь. А еще ждем общества израильского. Это вообще непонятно. Так если нам Бог не открылся? А оказывается и в языческих народах были отдельные избранники, кому Бог открывался. Вот мы читаем про Руфь, как она приходит в стан, отрубает голову Алаферну. А там была такая история. Один человек, когда готовились нападать, Ахиор, язычник, он сказал, вам этот народ не завоевать до тех пор, пока они не будут грешить. Они его взяли, слезали, перед воротами города Витиловы положили, чтобы они его забрали. Говорят, а когда город мы завоеваем, тогда я тебя убьем там, как в Аллаама. И вот когда он увидел, что голова Алаферна уже снята с него, он тут же принял обрезание и написано, и присоединился к обществу израильскому. А он язычник. Значит, вход возможен был через искреннее уверение в Бога и Иегову. Я смотрю сейчас словарь Нюстрима, прекрасный словарь. И он говорит, как Бог и Иегова хранил всюду и везде. Слово Иегова на каждой странице, на каждой строчке. Евреи теряли это имя, возвращались к нему. И возможность была у каждой нации приобщиться, не быть чуждым в обществе израильского. Теперь Павел доказывает, что мы, дети Авраама, поверив в него, были чужды заветов, обетования. Вот немного сейчас мы посмотрим, какие это заветы. Обетование за счет обещания. Что Бог завещал? Что Он закрепил? И не имели надежды. На раз нет, ничего нет. А это состояние сегодняшнее. Задай этот вопрос сегодня выходящему из храма. Это сегодня на литургии считалось. И именно на этот день. Скажите, а что это за заветы обетования, если их не имеет человек, то не имеет и надежды. И одновременно сразу механически делается безбожником, хотя бы он и верил. А теперь во Христе Иисусе, бывший некогда далеко, и стали близки к крови Христовой. Вы многое можете не знать, забыть, по старости запомните. Спасаемся кровью Христа. Что бы ни сказали, кровь Христа. Омывает кровь Христа. Нас соединила в общину кровь Христа. И в дальнейшем на суде Божьем мы покажем, что мы не зримо окроплены кровью Христа. Ну понятно, батюшка когда идет, крапит водой. И у нас на стенах надпись. Я говорю, ты на стенах-то не брызгай. Видишь, они плывут как. А окропили кровью. Вот вообрази сейчас кисточку, батюшка бы стал окропить кровью. Да ведь, наверное, бы подумали, попасть или не попасть под это окропление. Да что бы с нашими белыми платочками-то стало. А кровь-то отстирывается непросто. Но оказывается, кровь человеческая, труднее всего отстирывается. Люди, которые видели, где погибшие люди, с асфальта невозможно смыть кровь. Почему она как будто бы какая-то особая прочности краска. Здесь погиб человек. Знак. Слово Христос в Ветхом Завете встречается только один раз. У Даниила, 9 глава, 25 стих, когда говорится о седьминах, когда они кончатся и явится Христос. В Новом Завете слово Христос встречается 550 раз. Ну, разница есть. И в неканонической книге 3 Езре 7, 29. И после этих лет умрет Сын мой Христос. Да как они могли знать о Христе, когда они не знали общества израильского, не имели Писания, в котором только один раз упоминалось имя Христа, вы были чужды Христа. Они могли в ответное письмо написать Павлу, Ефесяне, и сказать, а как бы мы узнали? И я вопрос этот задаю. Как сегодня могут уверовать люди, где никто не пропадал о Христе? Оказывается, дан человеку шанс, возможно, через совесть прийти. Совесть. Совершенно ничего не зная об обществе израильском, можно было быть его соучастником, как по вере написано. И так и язычники, которые, не имея обрезания, но исполняют закон, не обличать ли тебя при обрезании, Павел говорит в послании к римлянам. Так многие, может быть, не крещенные, а обрезание указано на крещение, может быть, они в конце концов и окажутся впереди нас, о чем написано. И многие последние окажутся первыми. Ну, ясно, что первое это православное. Если бы не первое православное, я бы здесь не был, я бы сегодня пошел первым. Ну, если бы я знал, что первое. Но я узнал, что первое это от апостольских времен, тем более во Христа. Послание Галатам 5.4. Павел говорит, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Значит, оправдывать себя ветхим законом, что я все исполняю, точно знаю, как у нас сказать, я исполняю все молитвенные правила, это еще не все. Главное, чтобы у тебя был Христос. А если есть не будет церкви, совершенно все будет разрушено, Господь будет судить по вере. А если будет причащаться и ничего не исполнять, а жить по своей воле, лишь бы в храм закатился, причащился, человек, если пьет себе осуждение. Какой вариант-то лучше, тут так понятно. Это не означает, что не надо причащаться, а надо тщательно шлифовать себя, готовиться, со всех сторон подвергать себя осмотру, внимательному рассмотрению своих действий. Послание Иуда 1.21. Говорит так, что мы получили от Господа, Бога нашего, избрание для жизни вечной во Христе Иисусе. Филиппийцам 3.9. Заместительная жертва. Хотя у некоторых наций, говорят, сегодня еще это сохранилось. Дали срок брату одному, а их три брата, и они сразу поделили на три части, и по отдельности все отбывают. А власти какая разница? Кто там будет? Послание к Римеуму 3.24. Мы получаем оправдание даром по благодати Его, искуплением о Христе Иисусе, кровью Его. Даром. Смеются на сектантами, а вот привыкли они, даровое спасение. Ну как смеются, когда так и говорится. Спасение совершенно даром. А вот мы верим. Это подтверждение веры. Что она живая вера. Без дел вера мертва. Делами ни одна тварь не спасается. Никто никогда одними делами не спасется, если она отвергнет Христа. Галатам 3.5. Христос искупил нас от клятвы закона. Слово Христос спас в Новом Завете 21 раз говорится. Христос спас, и это несомненно. Что спас кровью Своею 15 раз. В первом послании Петр 1.2 говорит так. Мы спасены окроплением крови Иисуса Христа. А кто нас окропил? Там буквально окропили кровь селицы. А здесь мы мысленно делаем замену. Там был ягненок, а это Христос. И вот незримо Господь окропляет нас в крови Своей. Так нигде этого нет окропления. Мысленно представь, что Верхозаветнее, и мы стоим на клониле головы, приемлем эту благодать. Незримо кровь Христа окропляет души и дарует прощение. 1 Петра 1.19. Мы искуплены драгоценную кровью Иисуса, как непорочного и чистого агнца. Иоанн 1.7. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Кевреям 9.14. 1 Петра 1.15. Сразу будут заметны. Не только для тебя, но и для окружающих. Евреям 10.19. И мы имеем теперь право входить во святыню посредством, во святилище Божие, посредством крови Иисуса Христа. Сколько раз апостол Павел, посланник евреям, говорит, что все Верхозаветнее, все жертвы, все они указывали на Христа. Тысячи шестьсот лет буквально понимали, выбирали самое лучшее, а иные начали лукавить хромое, слепое отдавать, негодное. Возьми Боже, что нам негоже, может оттуда эта пословица пришла. А Павел сегодня говорит, не так. Это все указывал на Христа. И последняя книга Откровения 1.5. И Он, омывший нас кровью своей от грехов наших. Грехи есть? Были? Кровь Христа. Никакого другого средства нет, чтобы упрощенные грехи были. Так а мы крещение в крови Иисуса Христа. Незримо присутствующие омывает крещение. 2 Фессоникиица 2.12. И Он дал нам надежду благую во благодати. Во Христе Иисусе. 1 Тимофея 1.1. Ради Христа надежда нашей. Наша надежда только на Христа. Когда-то нам придется уходить из этой жизни. В смертный час дьявол будет стоять у гробов. Никто его не минует. Мы думаем, как он выглядит, он предстанет. И он будет показывать список, когда что делал. И никуда нельзя будет отвернуть голову от него. И только незримая благодать Божия будет сохранять. Ангел Христов предстанет список, рукописание. И скажет, сия дочь моя, сия сын мой уверовал. Он омыт кровью Христа. Кремлинов 9.8. Когда-то Господь избрал нас и прислил нас, как причастников Завета и всех его обетований. И Евреям 8.6. Насколько лучшего ходатай Завета делался Христос, который утвержден на лучших обетованиях. Какие обетования, и притом лучшие, даровано нам во Христе Иисусе? Что мы сразу же после смерти наследуем то, что получили при жизни. А при жизни веры во Христа мы получили прощение грехов, усыновления. Мы присоединены к обществу израильскому, потому что не те дети Авраама, которые по крови, Павел доказывает, а дети, которые поверили, поверили в него. Мы верим, что Авраам избранник. И то, что Авраам принял странников, это принял Христа. То, что он принес какую-то жертву, это признаменовало жертву Христа. У Авраама сын Исаак идет на гору, это признаменование, это Христос поднимается на гору. Исаак несет дрова, это Христос поднимает крест на Голгофу. Насколько лучших обетований делаемся мы причастникам. Все ветхозаветнее, что совершалось это во Христе Иисусе. Если это было объяснено официанам, они поняли, что теперь они не безбожники, а верующие. И не чужды общества израильского, и не чужды надежды, и бывшие некогда далеко стали близки. Вот эта близость ко Христу должна в нас выражаться и в жизни, и в словах. Никогда не теряйте своего достоинства, с кем бы ни разговаривали. Самый сильный удар делает враг тогда, когда будет доказывать, что вера ваша неправильная, вера неистинна. Вот сейчас нас к этому борту уже подогнали вплотную. Уже епископ приносит слова такие, что я был в расколе. А если он был в расколе, дальше легко разговаривать, где мы были в это время. Дальше уже нечего. То есть все перевернулось наоборот совершенно. Его и никто не имел права ни запрещать, ни отмучать. Ничего нет. Он ушел, и все. То. А это все искусственно делается. Потому что враги клевещут на наше спасение и говорят, нет ему спасения в Боге. Да ведь этот удар испытал. На этом мы скажем, я искупен кровью Христовой. А если ходят люди в храмы и не знают про кровь Христову, они еще далеки от обетования Христа. Они еще чужды общества израильского, которому нас Бог причислил в день уверования в Него. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok